Добрый день! Выники внешней экономичной деятельности региона обмерковывались на сегодняшнем посяжении Абловы Конкама. А кроме этого, проанализованный указ президента краины номер 78 об мерах по повышению эффективности социально-экономичного комплекса Республики Беларусь, який ставит новые задачи перед регионами, якие накерунки станут приоритетными, доведался Дмитрий Котау. Сгодно новому указу президента краины, приоритетными накерунками развития экономики повинны стать притягнение замежных инвестиций, рост и диверсификация экспорту, импортозамещения и створение новых прационных мест. Продугледжена так сама поскоранная развитие малого и среднего бизнеса. До речи, на посередине Абловы Конкама отзнашается, что необходно, как у районах, особенно невеликих по своей территории, исновали умовы для реализации предпринимательских инициатив насельства. У таких выпадках, коли процелоткование беспрационных немогчима по причине отсутности буйных предприемств, с этой задачей повинен справляться приватный сектор. Коли сказать про внешнеэкономичную деятельность, в минулом году освоено 10 новых рынков сбыту. У вогули экспортная география нашей области зараз наличивает 86 краин. Однако больше за 80% продукции накерувается в Российскую Федерацию. С одной стороны, конечно, хорошо, это наш надежный партнер и сосед, но при всем при этом мы должны стремиться к тому, чтобы экспорт где-то 30% шел на наш союз таможенный, 30% Евросоюз и 30% это где-то должно быть другие страны. Поэтому вот как раз над этой цифрой мы будем работать. Великие надеи связаны и с освоением китайского напрямку. Тем больше, что предприемства этой краины мают великую затекавленность в импорте гомельских товаров. У нас буквально вот на этой неделе очередная китайская делегация уехала, отобрали уже продукцию, которую они будут экспортировать от нас на китайский рынок. Большой интерес у них вызвал это соки, мясомолочная продукция. Это в первую очередь цельномолочное молоко, консервы молочные и колбасные изделия. Нарошивать объемы экспорту плануется праспроведение на территории гомельщины экономичных форумов и выстав. Все лета их заплановано каля 30. До того же протягивается активный процесс явления новых резидентов у свободной экономичной зоне Гомель-Ратон. У минулого года было зарегистровано 6 предприемств, ориентованных на экспорт. Ясше за одним, зараз ведутся перемоги. К сожалению, в прошлом году мы не достигли 100% темпа роста экспорта. Однако уже в этом году, в 16 январе, у нас активизировалась работа нашими предприятиями, и темпы уже составляют практически 100%. Я думаю, что наладится работа, потому что частные предприятия, особенно частные, они заинтересованы в получении денег, валюты из-за рубежа. Ясше одно питание, разглядженное на посаджении Абалвы-Канкама – ситуация со зворотами грамадян и юридичных особ. Самые актуальные темы – питание жильево-коммунальной господарки, будовництва жилья и выплаты за работные платы. У минулого года огульная колькасть тех, кто звернулся до областных уладов, склала больше за 4,5 тысячи человек. Это на 20% больше, чем у 2014-м. Конечно, мы будем говорить, что это не совсем хорошо, когда меньше обращений. Это говорит о том, что все-таки власти, в том числе и на местах, работают. Когда есть увеличения, здесь необходимо разбираться. И сегодня на исполкоме мы обсудим причины роста обращений и дадим оценку соответствующим службам и регионам. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». У приемной Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь» прошел прием грамадян по особистых питаниях. Проблемы и пропоновы выслухала депутат Палаты простойников национального схода Республики Беларусь Ганна Лопатина. Оказание медицинской допомоги, питание оздоровления, працеулаткований, жильево-коммунальные господарки – таки был спектр тем, яких тычилися поступившие звороты. Прием грамадян дожился на протягу трех-один. Со своими проблемами люди приходили особисто и звертались до депутата по телефоне. Люди приходят сюда с конкретными проблемами. Они приносят интересные идеи, они приносят законодательную инициативу. И таким образом идет формирование гражданского общества, где каждый человек должен чувствовать, что его гражданская активность очень нужна государству и нужна людям. За 2015 году грамадская приемная Белой Руси поступила 905 питаний. Из них 706 уже выращено. Як приклад, коллективный зворот былых супрацовников одного из гомельских заводов, где провели скорочение штата без выплаты выходных допомог. Посяз вороту грамадскую приемную Белой Руси, питание выращилось литерально за 4 дни. Перспективы развития публичных библиотек, шляхи притягнения потенциальных читачов и задачи, яке наибольш актуальные угод культуры. На областном семинаре у Гомеля обмирковали махчимость и повышение роли библиотечных систем. Перспективами поцекавилися наши корреспонденты. Семинар для библиотекарев промерковали до подведения выника у 21-го областного конкурса «Библиотека, якая необходная громадству». Як высветлилась и просто, книгаскови с чайсюне людям уже не вельми потребная, хоть отмавляться от них явно рано. Урештый тем же интернетом корастаются не усе, а набывать новые книги у крамах не заусюду по кишени. Сучасная библиотека повинна стать, по выразу самих работников, установся це культурным центром. Это, коли тут можно не только некие выданьи подсчитать, а и наведать выставу и принять удел у посаджения гуртка по интересах. Причем, тыжится, это у всех библиотек, як городских, так и сельских. Сельская библиотека – это теперь место для общения, общения всего местного сообщества. В сельских библиотеках во многих из наших сельских библиотек есть этнографические уголки, комнаты, музеи. Вот, например, интересный очень музей Дедова хата во Старшковической сельской библиотеке Савлогорского района, где библиотекарь проводят и обряды семейные. По выниках конкурса на творчую индивидуальность установ первое место у Светлогорской районной детячей библиотеки и Коммунаровской сельской. На думку журы, в Будакашалевском районе вельми уже добра организована пошуковая и доследшая работа. Тут навод свой проект реализуется житё выдатных людей агрогородка. А выдатным литераторам Хомельской области в рамках семинара просвятили вечер-презентацию лауреата у премии имя Кирилла Туровского. Только летость на сайсканне премии подать на коле 70 рукописов, на полову больше, чем годом ранее. Сами пераможцы кажут, что головное писать об тем, что саправды хвалю и людей, незалежно от жанра у сурвёзных оповяданьях и гуморостычных рассказах. Когда что-то придумываю сам, на мой взгляд, я запускаю народ, бачу, не смеются, значит, не хапают чего-то, допрацовываю. А когда смеялись, значит, мы тогда сягнуто. Ну, самое главное, это, чтобы у человека была радость, здоровье было. А гумор, это влечевая человека, в любой ситуации, когда человек смеется, он радостный, весёлый и сердце не болит. Олег Сентиру, Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гумель». И о спорте. Представники Беларуси, России, Украины и Казахстана приняли уделу турниры Кубок Полесья по кио-кушинкан-карате. С поборницей проводились, как сироты дорослых спортсменов, так и юниоров, взрослым от 12 до 17 годов. На турниры бойцы спробовали свои силы перед большей сурвёзными стартами. У красавику у Сербии отбудется шампионат Европы по кио-кушинам. Трое гамельчан претендуют на поездку на турнир. Это просто проверка силы. Мы смотрим на форму уже бойцов. Украинцы и россияне так само рыхтуются до чемпионата Европы. И на Кубок Полесья приехали с Мэттой обкатать бойцов. До того же не лишним будет еще раз встретиться на татаме с потенциальными соперниками на континентальном першинстве. Соревнования эти для нас являются подготовительным этапом. Мы готовимся на чемпионат Европы. И не могли не приехать, потому что знаем, что и в Беларуси, и в Украине есть сильные бойцы. Поэтому лишний раз набраться опыта. Тактически мы так и подошли, чтобы смотреть, попробовать свою тактику, увидеть будущих соперников и, соответственно, сделать все, чтобы победить. И когда украинцы и россияне – звычайные гости на гомельских турнирах, то делегация из Казахстана в город над Сожем приехала в першиню. Великая ее назвать Нельга. Усяго один спортсмен. Приемом и узором с поборницей гости застались задоволенные. И в наступный раз приедут в большь широким складе. У нас тепло приняли. Мы очень рады, что приехали к вам. Думаю, что это не первый и последний раз, что думаю, что наши взаимоотношения будут выгодными. Будем ездить и они к нам, и мы к вам. Думаю, что это только начало нашего отношения. Отзнашим, что в Казахстане с выбором одного представника не помылилися. Данияр Капасов стал переможцем турниру. У актива представников Гомельской области три первые места. Но категории мужчин перемогли Радамира Геева и Алексей Корочкин. Царод юниора у своей ваговой категории мацнейшим был Ягор Иванов. Кроме того, гомельчане выиграли 4 сребранные и 7 бронзовых медалев. Максим Савин, Михаил Рабков, телерадио-компания Гомель. Эфир телерадио-компании Гомель на телеканале «Беларусь-3» сегодня начнется в 18.30 минут. В программе проекты старта и финиши де-факто эрудит пятерка. Гэта и иншая программа, так само информационные выпуски вы можете знайсти на нашем сайте. цивяргомел.бивай И на гэтым паколюсе у студии працывала Наталья Игнаценка. Усего доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин